доброго дня дорогие мои сегодня вот 17 число января я вот факт гулливере а живот погуляю вот смотрите такое дерево и за такими ягодками они похожи на как бы черноплодную рябину я не знаю честно говоря вот смотрите такая на это вот я не знаю на съедобное или нет вот потом спрошу у местного человека может он знает что это такое что это за дерево такой вот это вот кисточку хочу взять вот такую вот кисточку смотрите нет она вообще бед там такой сидит понаше это бы я мягу ли урмана пона выше и у деда спрошу арка дашь ладо будет Retogen così в жимашемandе во духе я не Quand вернусь после этого кисточку ведь салам алейкум вębORD celам алейкум салам алейкум яч Learner кunden стоит но показал несъедобное но ребята как вам сказать вес от людьми хорошо можно пообщаться поболтать здесь даже собаки добрые здесь есть тоже бродячие с чипами на ушах вот знаменитого шарика родственники но они не злые почему-то раз ни разу не видел чтобы они как на кого-то на гавкали лаяли может как это укол им делают да вот про шариков я хочу сказать вот шариковые дети сейчас у нас повсюду конечно повсюду так что среди людей много сейчас шариков чем среди шариков самих шарики наоборот эволюционирует хорошую сторону чем 2 многие шарики хорошую сторону как профессор преображенский там там прикольно вот это есть шарик все-таки успел наплодить детей вот очень много сейчас людей таких которые же портят жизнь порядочным людям вот хотя от отчасти сами порядочные люди в этом и виноваты потому что подходя к таким людям они сами себе на себя ставят крест я помню когда в детстве соседи были кое-какие у меня тоже шарики они понимаете шарик они во всех нациях бывают это не только русской это сама не бывает и во всех нациях шарики бывает и вот я приходил домой к ней они проходили к нам домой гости и когда я отец что-то не ходил к ним потому что они пьющие были и вот я постоянно с их ним сыном дружил ходил вот и они меня чем угощали основном они угощались килька томатном соусе макароны и килька томатном соусе и я так это блюдо полюбил это постоянно его покупал в тайком это время это было стыдно и такой покупает посчитался позором у нас видимо папе это надоело он короче 10 банок этой килька берет открыл большой такой в чан такой типа чашки большой все это всыпал в палку взял руку меня посадил жри говорит а там 10 банок представьте для мне было тогда где-то лет наверное 10 вот я смотрю на палку и начинаю кушать чувствую что скоро лопну но вижу палку опять это и вот представляете он мне заставил все это я конечно целый день рвало меня но потом я на долгое время отвык смотреть на эту как говорится килька томатном суе отец тогда мне сказал сынок будешь горд с такими дружить будешь тоже говорит жрать кильку томатном соусе с макаронами и вот я тогда не придавал его словам значение он не всегда ругал то что я не с теми людьми общаюсь то это у всех у вас бывает тоже самое молодости мы же не знаем а вот когда во взрослой жизни уже с этим сталкиваемся последствия бывает гораздо гораздо тяжелее вот даже вот я же говорю приезжает допустим сюда например просит помощь тебя чем-то да например купит квартиру но ты помог все сделал да а после ты на фиг мне не сдался знаете почему потому что ты не шарик и тебе всякие с ними не комфортно они это знают а то что вот они прикидывались до пока получали от вас помощь это был роль понимаете они это еле выдержали в этом образе вот а как получили все они начинают искать своих же шариков в округе и находят потому что им с ними комфортно не с вами с скучно понимаете вы же ведете нормальный жизнь спокойно тихую а в а им это не надо понимаете им надо постоянным разборками бухло постоянно разборки сплетни это вот шариков ска и вот это образ жизни понимаете вот они будут к вам а почему они к ним не обращаются за помощью потому что они это тоже прекрасно знаю что они от них помощи не получит никакой а получит помощи они от порядочного человека они это тоже знают и они поэтому к ним даже не обратятся даже если они будут знать лет десять-пятнадцать вот они не будут к ним обратиться они знают что они от них никакую помощь не получит вот и они получив от вас помощь будут к ним бежать они к вам уже вот потому что им с ними комфортнее чем с вами ваше общение их удручает понимает им зачем это скучная жизнь спокойно зачем это им это надо им подаваясь плетни разборки вот вот такие вот понимаете дела постоянные им нужно вот это подпитка вот такая постоянно вот шариковская жизнь вот понимаете и они вечно как были на велосипедах так и будут на велосипедах всю жизнь всю жизнь они так и будут вот поэтому я не удивлюсь что мне не удивляюсь что вот например россии вот некоторых называют нищебродами вот нищебродами не надо называть тут нищеброд это это обидное слово нищебродячие это нет шариковые дети понимаете есть бедные люди порядочные люди глубоко порядочные люди они будут как говорится жить на маленькие деньги но жить красиво понимаете стараться вот красиво они даже вот такие люди даже умирают очень тихо незаметно вот гордо а вот шарики это они жизни вам попортят они жизни вам попортят если вы с ними будьте общаться понимаете вот и у меня постоянно вот эта проблема была вот не с теми людьми папа всегда говорил не связь завязывайся месяц вот даже вот большинство молодежи сейчас да вот женится по красоте ну попочка хорошая груди хорошая фигура хорошая все дорогие вы мои это это все уходит это все уходит вы смотрите корень откуда он откуда она из каких городов какие родители что это из себя представляет они вот если один порядочный женится на шариковой дочке он сам со шариком станет понимаете она его сделает шариком если не успеет развестись вот она из него сделает шарика такого же как вот она именно захочет такую же жизнь которым она жила она будет по этой жизни скучать понимаете и она тоже есть из порядочной семьи а он как говорится подкрашенный такой ворюгин сын вот иногда вот показывает по телевизор девушка еще фате у нее давай бить у нее давай шарах от еще она фате беги от такого немедленно вот это уже все понимаете поэтому мы должны всегда искать себе ровню у туркмень есть такая хорошая такая поговорка то есть каждый и шаг должен себе даже даже и шаг должен себе найти ровню понимаете себе ровню вот понимаете поэтому мой вам совет даже ваших детей сыновей дочерей оградите от таких вот таких вот шариковых детей уже с детства пусть они не приучаются общению с ними у них будут потом большие проблемы вот у нас говорят если у тебя будет друг лев лев будешь кушать всегда свежатину есть у тебя будет друг шагал ты будешь есть всегда мертвячину понимаете тухлятину поэтому от этого зависит очень многое очень много и сюда сейчас где-то из 100 процентов где-то 70 процентов едут именно те которые вот шариковых детей это самый потомки вот почему говорят у нас в снг нет такого жизни только в россии снг вот такая плохая потому что у власти тоже большинство большинство взят корень например да потомки тех которые семнадцатом году выгоняли вот нормальных людей за границу расстреливали вешали вот от них что думаете нормальные что ли будут дети в ген это идут вот я до сих пор помню 90-е годы в 80-е конец 80-е когда были вот это перестроечные времена вот когда начали все открывать себе фирмы вот ооо и ну всякие там уао все все это да там было легко очень ну вот я до сих пор помню бывшие слесаря бывшие шофера бывшие бездельники бывшие алкоголики бывшие тунеядцы давай короче себе открывать такие фирмы заказывать себе печати вот и где-нибудь какой-нибудь закутки арендовать комнату какую-нибудь и написать большим буквам офис и выходить из дома с утра чтобы все соседи слышали жене сказать папка под мышкой а папки пустые в листе бумаги лишь бы чтобы папка была галстук откуда-то добыл где-то вот чей-то но костюм какой-то это самое где-то выцепил и жене такой я буду в описи не в офисе а описи чтоб все знали что он начальник понимаете хотя карман не копейки вот и вот таких расплодилось даже моем городе чажу был этих вот таких горе коммерсантов ребята это было нечто с печатями под мышкой офис офис бывшие потушники стали начальниками понимаете ну так что держитесь только в ровне себя который которому вы ровня понимаете не подходите вот такими этим даже близко не по даже вы окажете помощь они получат помощь к вам они потом не подойдут даже общаться с вами они не будут потому что с вами им не интересно вы понимаете не интересно вот неинтересно какой интерес потому что вы не их не круг у меня очень много таких случаев было ребята в жизни очень много было в жизни случаев и не только мужской женских таких этих было мужских то вы же сами видели на ваших глазах произошло и женскими тоже много было давно вы но было вот понимаете вот с с порядочными людьми таких такие люди таким людям неинтересно неинтересно они именно ищут таких а потом от них же опять пострадают страдает да опять кому бегут правильно по порядочному помоги спаси у меня все отобрали я дура была у меня все понимаете вот так вот вот такая жизнь понимаете порядочность сейчас используется как для того чтобы что-то сделать что-то купить что-то это а а для кайфа для гуляния для жизни их ниже круг свой нужен свой вы не интересуете ничем вот вы скучный человек для них понимаете вы скучный человек для них какой с вами интерес вот они будут вас слушать делать вид что след сам а внутри горной идиота понимаете поэтому всегда держите себя ровно избегайте этих шариков вот даже приезжая сюда приезжая сюда за 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 границу таких здесь очень много очень много не бросаетесь в объятия вы бросаетесь в объятия шариком потом это шарик вас без штанов оставят без штанов то что у меня тоже было я видел своими глазами своими глазами и все до свидания понимаете понимаете у них вот как вот у гиен у этих вот которые вот это кают вот друг друга грызут вот такая у них грызливая жизнь понимает друг друга вот так вот вот кто кого извините того сделает вот вот такие дела всех вам благ дорогие мои и хорошего дня пока 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 пока